Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим разговор о книге пророка Исаии Иерусалимского и обратимся к 28 главе. Несколько предыдущих глав были посвящены дню посещения и тому, как Бог очищает, судит и спасает, собственно, Иерусалим, Иудею. В 28 главе мы видим с вами похожее, почти аналогичное предостережение пророчества, которое обращено к Северному царству. Отличие в том, что Северное царство гораздо хуже защищено просто по своим географическим особенностям и подвержено опасности завоевания разнообразными сильными народами и царствами, ну и гораздо более плодородна территория Северного царства и многое другое отличается. И вот поэтому судьба в каком-то смысле другая. И Северное царство, как мы знаем, вот как раз где-то в это время и гибнет под ударами ассирийца. Самария была разрушена в 722 году. И вот обращаясь из Иудеи, из Южного царства, из укрепленного Иерусалима, к своим братьям на Севере, пророк говорит о том, что все-таки эта историческая эпоха несет и им также гибель. Но вот как он это мотивирует. Он говорит «Горе венку гордости пьяных Ефремлин». Во-первых, венок гордости, венец гордости. Пророк несколько раз повторяет эти слова. Он говорит, что в день посещения Господь Саваоф будет венцом и диадемой для остатка народа своего. Тем, что украшает, что венчает, что дает славу остатку, тому остатку, который может спастись, и, по-видимому, все-таки имеется в виду, спастись бегством в Иудею, на юг. Вот венцом этим спасающимся будет Господь, потому что они на него уповают, как мы не раз уже видели в предыдущих главах. Это, собственно, и есть оправдание тех, кто уповает на Бога. А все остальные, вот венец гордости, венок гордости. Довольно, на самом деле, понятная вещь, мне кажется, особо пояснений-то не надо. Вот эта вот пышная гордыня царств, которые пытаются рассказать, какие они всегда победоносные, правильные, сильные и прочее, прочее, это все с пьяну. Вот, понимаете, пророк говорит о том, что, конечно, да, это венок гордости, но это все у Ефремлен с пьяну от неадекватности, потому что у человека в здравом уме и трезвой памяти не может возникнуть вот эта картина «Какие мы грандиозные». Это говорит о том, что, да, как только ты начинаешь со своей грандиозности и величия рассказывать, это значит, что с пьяну, с пьяну, что это неадекватность. Вот это, на самом деле, тоже совершенно побочная для пророка мысль, конечно же, но она читающему бросается в глаза, потому что настолько это про наше время тоже. Ногами попирается венок гордости пьяных Ефремлен. Господь, говорит пророк, будет духом правосудия для сидящего в судилище и мужеством для отражающих неприятеля отворот. Ну, потому что пророк помнит то, что уже было сказано о жизни северного царства, да и не только северного, в которой попрание духа правосудия, обман в судилище, нечестность в суде – один из самых ярких, бросающихся в глаза признаков гниения, признаков того, что эта страна будет уничтожена. Она не может выжить, не может, потому что нет правосудия в судилище. Нет правосудия в судилище. Три тысячи лет прошло, и эти слова как были правдой тогда, так и остаются правдой сейчас. Бог будет духом правосудия для сидящего в судилище, говорит пророк. Но все вот эти вот знатные ефремлини, они не в состоянии этим путем пойти. Они не могут дать правосудие в судилище. Они не могут быть мужеством для отражающих неприятеля, потому что шатаются от вина. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Не то, чтобы в культуре этого времени употребление внутрь горячительных напитков считалось таким уж предусудительным. Хотя, ну понятно, само собой разумеется, что надо знать меру. Но для пророка это в первую очередь именно символ неумеренности и неадекватности. Неадекватности и нечистоты, наконец. Все столы наполнены отвратительной блевотиной. Нет чистого места. Вот очень живописная иллюстрация к тому, что такое нравственный облик. Дальше в 28 главе пророк обращается к следующей важнейшей теме, связанной с нечестием Ефремлян, с нечестием Северного Царства, с нечестием всех этих пророков и священников, спотыкающихся от крепких напитков, которые хвалятся венцом гордости. Он говорит о том, что Ефремлине припираются в сущности с Богом. Ефремлине говорят, вероятно, это некоторые цитаты, возможно, из идиоматических выражений того времени. Ну, еще Бог нас будет учить. Он нам ничего не дает, отнял нас от грудного молока, не кормит нас ничем, и еще будет нас учить заповедям. И дальше целая, вот, практически страница текста. Пророк говорит о том, что у этих людей появилось совершенно чуждая Исаия и, главное, чуждая Бога – религиозность. Все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, там немного и тут немного. И вот эти выражения еще несколько раз в этой главе будут повторены. Много раз, много раз. Вот у них стало словом Господа, заповедь на заповедь, правило на правило, там немного, тут немного. Ну, если бы мы не знали датировку, мы бы сказали, что речь идет, конечно же, о устной торе фаисеев. Другой разговор, что до этой устной торе еще лет 300, примерно, если не больше. Тем не менее, вот, смотрите, Исаия видит жизнь избранного народа в Откровении Божьем, как жизнь, когда вот Бог сказал, Бог открыл свою любовь, Бог открыл, что для него, ты дорог в очах моих, да, Бог сказал, люби Бога и люби ближнего, как самого себя. Вот на самом деле пророк видит Откровение довольно компактной вещью. Это не бесконечный список того, чего можно и чего нельзя. В его время этот список и не сформировался еще в полной мере. Для него Откровение – это свидетельство Бога о том, что Бог – Спаситель, о том, что те, кто уповают на Бога, оправданы перед Ним. Да, те, кто пытаются исполнить и жить этой правдой Божьей любви, вот они оправданы перед Богом. Но вам говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Здесь же говорит Исаия, дайте покой утружденному, помогите тому, кому трудно, поддержите его, облегчите его тяготы, вот о таком очень практическом милосердии, наверное, хотя, может, милосердие – даже слишком громкое слово, о вот таком практическом отношении к ближнему, когда ты стараешься ему помочь, чтобы ему было легче, легче. Дайте покой утружденному. Они не слушали. Вместо этого, говорит Бог через пророка, народ Израиля придумал на каждую заповедь объяснение, как надо действовать, чтобы ее соблюсти. Ну, там, пример все-таки из более поздней фарисейской эпохи. Есть заповедь – не работай в субботу. Седьмой день – суббота Господу Богу твоему. День, когда ты молишься, когда ты радуешься, когда ты собираешься вместе со своими близкими для того, чтобы прославить Бога и поучаствовать в той трапезе, трапезе Господней, о которой была речь в нескольких парах глав выше. Да, вот нельзя в этот день работать. Конечно, потому что времени на работу нету в этот момент. Это время для Бога. А к этой заповеди появляются комментарии. В этот день вот такой вес, кажется, если подняй не изменяет половину куриного яйца, можно носить, а больше уже нельзя. Или там пройти в этот день вот столько метров. Можно, а больше уже нельзя. Или там до абсурдного доходит, нельзя кнопкой лифт вызвать или свет выключить. Ну, нелепость такая смешная, если бы это не было так оскорбительно для Бога. Вот вы вместо того, чтобы исполнять суть, ради чего Бог открыл себя, вместо этого, вы на каждую заповедь и на каждое правило придумываете конкретизацию, чтобы быть уверенными в себе. Я все исполнил. Я все исполнил. Вот так рождается то, что в Евангелии называют преданием старцев, ну, а вообще обычно называют устной торой. Комментарии к писаному закону, состоящие из обычаев, которые дают тебе возможность быть себе уверенным. Заповедь на заповедь, правило на правило. ты все исполнил с гарантией и больше Богу ничего не должен. И больше Богу ничего не должен. Вот, собственно, тут немного сделали, там немного сделали, превратили люди заповедь о любви к Богу и к ближнему в набор посильных требований. их много. Они иногда путанные, там, понимаешь, нельзя резать на одной доске рыбу и мясо, ну, при наличии горячей воды и современных моющих средств это не фатально, можно и порезать, ничего страшного, понимаете. Но вот, ну, это мелочи, но ты это исполнил и можешь быть уверен, что исполнил то, что от тебя требовали. Вот, эта религиозность, она фатальная. Она, этот тип религиозности, он ведет только к гибели. И пророк очень четко об этом говорит. Это тоже следствие пьяной неадекватности. Думать, что с Богом можно сговариваться, сторговываться вот таким вот способом. Между прочим, потом в этой же струе, так сказать, культурной, фарисеи еще изобретают такую вещь, как молитвенное правило. Это фарисеи изобрели, а вовсе никакие не христианские подвижники. И идея у них была такая же, что вот тебе правило, на правило там немного, тут немного, вот это прочитаешь, вот это прочитаешь, вот это прочитаешь, и будешь считать, что ты с Богом поговорил, будешь считать себя достаточно помолившимся. Вот, абсурдная идея, конечно же, но все это рождается и впервые, может быть, с такой подробностью описывается именно вот здесь вот в этих словах пророка. Они пойдут и упадут навзничь, разобьются, попадут в сеть. Понимаете, пророк свидетельствует о том, что это не путь, который может быть угоден Богу, и не тот путь, который оправдает Господь. И он говорит, когда вы говорите, что мы, у нас все схвачено, мы заключили союз со смертью, из преисподней сделали договор, мы все обеспечили себе, у нас есть такие правила, сякие правила, на это заповедь, и на это заповедь, здесь немного, там немного, и все у нас продумано, и мы заключили договор со смертью. Ну, скорее всего, конечно, имеется в виду еще и некоторые политические договоры с соседними странами, о которых подробно пророк будет говорить в другой момент, в следующих главах. Тем не менее, вот, когда будет всепоражающий бить, поражать, проходить, он не дойдет до нас. Нет, говорит пророк, так не выйдет, так не выйдет. Либо ты уповаешь на Бога, просто уповаешь на Бога, с пустыми руками. Либо ты оправдываешь себя тем, что ты вот здесь, вот здесь, вот здесь, по каким-то выдуманным заповедям и правилам все выполнил и от тебя больше ничего не требуется. Тогда ты уповаешь не на Бога, а на эти свои правила, которые не Богом даны, не Богом даны. И дальше, дальше совершенно потрясающие и очень важные слова, говорит пророк. Я бы сказал, знаете, слова гораздо более грандиозные, чем все то, что в предисловии к ним в предыдущих строках было сказано. Вот, говорит Господь Бог, я полагаю, в основании на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, значит, на Сионе Бог полагает нечто, что будет твердым основанием для людей. Не вот эти вот все заповедь на заповедь правила, направила, да, все, что венец гордости с пьяну пригрезившийся, что мы все выполнили, будем гордиться. Нет, настоящее основание. камень краеугольный, драгоценный, верующие в него не постыдится. Снова речь идет о суде. Тот, кто будет уповать на камень, Богом положенный, на этом основании свою жизнь основывать, вот он не постыдится. Что же это за камень? Ну, ясное дело, что, конечно же, позднейшие читатели этого текста в первую очередь относят его к Господу нашему Иисусу Христу, вот, и связывают это, конечно, с псалмом о камне, который отвергли строители. Да, конечно же, речь идет о Христе, но Исаи Иерусалимский не очень часто, если не сказать вовсе, крайне редко, говорит непосредственно о помазаннике, о Мессии. Здесь смотрите, как получается. Вот, я полагаю, в основании на Сионе камень испытанный. Что же за камень? Поставлю суд мерилом и правду весами. Суд мерилом и правду весами. В начале этой главы пророк говорил о том, что причиной гибели страны стало нечестное судилище, стало отсутствие правды в суде. и обман друг друга. Поставлю суд мерилом и правду весами. Бог говорит, вот, на самом деле, камень, на котором можно опереться, чтобы спастись. Стоять в правде, поставить суд мерилом и правду весами. и это, конечно, совершенно потрясающие слова, понимаете, потому что это открыто для людей в любой момент. Господа нашего Иисуса Христа как камень краеугольный мы можем узнать и принять, ну, в общем, когда Он родится на земле, погибнет и воскреснет, и когда войдет в нашу жизнь, и мы узнаем о нем. Но вот это поставить суд мерилом и правду весами, это путь встречи с Богом, который доступен для любого человека в любых обстоятельствах, вне зависимости от того, знаете, я помню, как много уже лет назад в первые постсоветские годы люди приходили, говорили, ну, вот нас не учили, веря, нас там тому не учили, всему не учили, ну, действительно, нас не учили. Это, само собой, разумеется, и все эти 70 лет атеистические диктатуры, все они были вот такими мрачными темными, нас ничему не учили. Но правда и честность в суде, и правда в, как сказать, в отношениях, да, избегания и обмана. Это было возможно всегда, в любой момент, в любой момент. И всякая неправда, конечно же, гибельна. Вот пророк говорит о том, что основание, краеугольный камень, это поставлю суд мерилом, и градом истребиться убежище лжи, истребиться убежище лжи. Вот это на самом деле, знаете, для людей огромная надежда. Бог призывает к этому, Бог говорит, что в этом в первую очередь будет спасение, изменение нашей жизни, когда истребится прибежище лжи. И вот все те, кто думают, что у них все схвачено, что они достаточно всего выполнили и могут дальше уже о Боге не думать и не вспоминать. Союз ваш со смертью рушится, и этот всепоражающий бич схватит вас, восстанет Господь, и так не кощунствуйте. Вот пророк таким образом свидетельствует о том, что Бог совершает свое необычайное дело и что истребление определено для всей земли, потому что во всей земле торжествует эта неправда, и это должно быть изменено. И в конце этой главы пророк еще раз говорит о том, что существует некоторая внутренняя логика, причинно-следственная связь. Он говорит о том, что вот когда это посеяли, баронят, когда это посеяли, не баронят, вот существует, так сказать, технология сельскохозяйственная, в зависимости от того, какой урожай ты хочешь получить, так ты обрабатываешь поле, то сеешь и так далее. Вот такому порядку учит Бог его. И он говорит о том, что если Бог хочет победить зло, его нельзя победить по-другому. Оно должно привести самой себя к логическому концу. и вот отсутствие честности и правды на суде, оно должно привести такое общество к гибели, иначе ничего не получится, иначе не получится очищение. Вот и пророк говорит о том, что это происходит от Господа Саваофа. Вот так дивна судьба его, велика премудрость его. Нам может это не нравится, но вот путь вот такой. Саваофа.